Всем привет! Это очередной ремонт техники для одного из подписчиков канала. На этот раз прислали беспроводные наушники Маршал. Проблема, со слов владельца, не работает один динамик. Там в обмотке проводок порван. Что ж, давайте попробуем помочь человеку. Посмотрим, что за проводок там порвался. К тому же не припомню, чтобы на канале был ремонт наушников с обрывом в обмотке. Поэтому должно быть интересно. До того, как мы приступим к ремонту, хочу вам рассказать о новом курсе на образовательной платформе Skillbox. Мечтали ли вы стать программистом? Если это так, но считаете, что это слишком сложно, то обратите внимание на курс профессия тестировщик от Skillbox. Шаг за шагом, решая практические задачи под руководством опытных наставников, вы овладеете навыками программирования и автоматизированного тестирования. Курс позволит научиться находить ошибки в работе сайтов, мобильных приложений и другого ПО. Профессия тестировщик актуальна на сегодняшний день и вряд ли в скором времени перестанет быть таковой. Курс подойдет людям даже без опыта в IT. На занятиях вас будут обучать преподаватели из крупных компаний, таких как i2 Labs, HeroCraft, SKB Contour и других. По окончанию курса у вас на руках будут три дипломных проекта, которые станут частью вашего портфолио. Тестирование онлайн-портала, мобильного приложения или веб-сайта. А центр карьеры поможет вам с трудоустройством. Сейчас Skillbox дарит бесплатный доступ к первым трем модулям учебной программы. Переходите по ссылке в описании и начните учиться бесплатно. Возвращаемся к наушникам. Давайте начнем с проверки дефекта. Может быть проблем с наушниками вообще нет и вы зря посмотрели рекламу. Согласитесь, что было бы обидно. Подключаю наушники по проводу и вывожу на них звук. Давайте послушаем. Этот динамик работает. Это был левый наушник, теперь правый. Звука нет. Повторяю проверку с другим проводом. Все то же самое. Не работает правый динамик. Давайте смотреть, что с ним случилось. Для этого придется разобрать корпус. Снимаю амбушюру. Она на самом деле легко извлекается вместе с этой пластиковой накладкой. Но я по незнанию снял ее отдельно. Аккуратно отклеиваю наклейку и выкручиваю скрытые под ней винты. Далее извлекаю крышку вместе с динамиком. Чтобы убедиться, что проблема действительно в обрыве обмотки, замеряю мультиметром сопротивление динамика. Оно должно быть в районе десятков Ом. Прибор же показывает значение около 24 тысяч Ом. А после отпаивания проводов сопротивление и вовсе зашкаливает. То есть динамик в обрыве. Он неисправен. Чтобы определить конкретное место обрыва провода обмотки, давайте воспользуемся микроскопом. Иначе сделать это будет попросту невозможно. Учитывая очень малое сечение провода обмотки. Начиная поиск с контактов платы. На этой стороне вряд ли может возникнуть обрыв. Так как провод в этом месте не шевелится. Залит клеем. Посмотрим, что с другой стороны. Но для этого придется сначала извлечь динамик. Он в крышке зафиксирован на клей, который растворяется в бензине. Наношу немного жидкости и буквально через десяток секунд динамик с легкостью выходит. Вернемся под микроскоп. С этой стороны уже интереснее. И похоже, что я обнаружил обрыв. Он находится прямо на границе между корпусом динамика и диффузором. Лопнул один провод. Очевидно, что в этом месте провода при работе динамика работают на излом. Из-за этого и возник обрыв. Учитывая толщину провода, для ремонта придется вызывать фиксиков. Так как у меня нет достаточно тонких инструментов, чтобы самому устранить обрыв. Но все же попытаться думаю, что стоит. На экране сейчас кончик моего скальпеля. Пытаюсь сделать в диффузоре отверстие, чтобы получить доступ к проводу. Но ничего не выходит. Попробую сделать отверстие паяльником. Все-таки диффузор пластиковый должен расплавиться. Использую стандартную ручку паяльника. И как показывает опыт, с ней особо не поработаешь при максимальном увеличении микроскопа. Просто-напросто не удается поддерживать стабильность жала. Работа ведется в режиме пьяный мастер. Так или иначе, отверстия у нас уже есть. Сейчас нужно как-то подвести концы оборванного провода друг к другу, чтобы после этого метким попаданием жала спаять их вместе и восстановить таким образом обмотку. С техникой пьяного мастера сделать это будет сложно. Но еще сложнее найти правильный инструмент, чтобы подцепить проводки. Сейчас использую пинцет и работать им почти невозможно. После заточки на гравере дело пошло гораздо лучше. Также в работе помог стоматологический зонт, тоже заточенный. Концы проводов совмещены. Остается сделать точный маневр паяльником, чтобы спаять их. Жало заточил до состояния кончика иглы. Наношу на провода немного флюса и спаиваю их вместе. Работаю паяльником с двух рук. Только так у меня выходит стабилизировать положение жала. Очевидно, что тряска каждой отдельной руки компенсируется таким образом. Очень интересно. Одно точное движение и провода спаяны. Решил сделать еще одно контрольное касание, но все испортил. Пришлось все переделывать по новой. И, к сожалению, повторить подвиг уже не получилось. Наверное, терпение закончилось. Зато в голову пришла хорошая идея. Припаять к проводу, идущему от обмотки, другой подходящий провод. Таким образом, можно значительно уменьшить трудоемкость процесса. Так как провод можно свободно двигать и подводить к неподвижному. После того, как провода спаяны, свободный кусок провода нужно зафиксировать. Используй для этого ультрафиолетовый клей, так как он быстро схватывается. Теперь нужно припаять провод к соответствующему контакту на плате. Важно не перепутать. Готово. Проверяю сопротивление. Теперь оно составляет 66 Ом. Обрыв обмотки устранен. И можно окончательно зафиксировать провод на клей. Использую B7000. Им же заделываю отверстие. И укрепляю диффузор, чтобы увеличить жесткость. И таким образом избежать повторного возникновения обрыва. Не могу сказать, насколько это эффективно. Время покажет. Устанавливаю динамик на место. Для его фиксации использую тот же клей. Припаиваю провода и собираю наушник. До полной сборки проверяю работу. Отлично. Оба динамика сейчас работают. Окончательно собираю наушники. И через некоторое время, когда клей уже схватился, тестирую. Никаких дефектов в работе восстановленного динамика я не обнаружил. Нет посторонних звуков или чего-то подобного. Чтобы максимально объективно продемонстрировать работу наушников, решил записать звучание на микрофон. Сначала воспроизводил и одновременно записывал звук с одного наушника, а потом с другого. И в программе уже свел. Что из этого вышло, вы можете прослушать далее. Обязательно дайте знать в комментариях, если обнаружите отличия в звучании динамиков. Ну а мой ремонт на этом завершен. Благодарю вас всех за внимание. И до новых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок